Девка, злобная, которая аварию все время бьет, подходит к подлецу Якину. А Якин в это время, я сначала думал, скальпы режется. А то он лицо срезает. До того как-то это не фигурировало, срезание лиц. Или, может, он их в соседнем помещении уже с помытых срезает. Неясно, но впечатление производит странное. Подлец Якин не отвлекаясь. Ну, как я и ожидала, говорит Девка. Жаль, говорит Якин, у девчонки были способности. Ты обещал, говорит Девка, очевидно, и спрашивая разрешение зарезать аварию. Пусть она не мучается, говорит Якин. Молодец. Где какие-то эти, а почему она убежала, почему с ней нельзя поговорить, а почему ее нельзя позвать сюда? Блин, все настолько необъяснимое. Какие ты херня? Потом, в смысле, ты обещала. Это же вроде как уже готовая безликая девчонка-то. Суперниндзя. У них эмоций вообще никаких. У них же там весь ход налажен на том, что безликий все равно свое получит. Кто это сделает, неважно. Если ты что-то там просила, ну, в смысле, а можно я ее все-таки зарежу, ненавижу, кушать не могу. Значит, у тебя личная заинтересованность. А у вас ее быть не должно вообще никакой личной заинтересованности. Потому, что вот вы просто поступь судьбы, ничего больше. А какая-то в жопу поступь судьбы, когда ты эту девку терпеть не можешь. Вот я хочу ее зарезать. А можно? А можно я? Да. Херь какая-то. Ну, то есть, на протяжении всего этого... Тут какая-то безэмоциональность. Кто ты? Никто. Че ты? Ничего. А тут, оказывается, у нее личная какая-то это. И вот подлец Якин, который все это в людях уничтожает, как педагог. Давай. Иди. Пусть она не мучается. При этом еще знает, что она ее хочет убить наиболее мучительным способом. Это вот со взвешенными эмоциями. Вот внутри самой себя противоречат всему. Кстати, если вы за аварией пустили следить одну эту девку, так вы ее не найдете потом. Она же не дура. Она же понимает, что сейчас ее грохнут. Она заляжет на дно в брюки. Иди, ищи. То есть, они что, там топтуна приставили, который за ней следил постоянно? Естественно. На это ума тоже не хватило. Ну, как я и ожидала. Она что-то видела. Она что-то знает. А вот авария, обученная ниндзя. Она, когда куда-то идет, она вообще как-нибудь проверяется. Смотрит. Следят за ней. Этому, в общем-то, учат. То есть, если про это речь, как незаметно подкрасться, что нам дальше пока... И выкрасться потом. Да. А ты, значит, ничего не делаешь. Ты так и ходишь все время. Дура с этими завитушками. Ты такая умная и такая честная, что за тобой ходят следом. Ты этого не видишь. Ты спалилась. Она, значит, подсмотрела, как-то там, по всей видимости, свою рапиру забирала. И что? Она в это время бежала под лицу Якину ябедничать. Она ничего не видела. Ну, видела только, что не отравили. Она и там, значит, подсматривала. Где она подсматривала, кстати, в этом помещении замечательном. Она тоже должна была зайти там, встать в углу и стоять, смотреть. А, всем похер. У них же так принято. И аварии, похер. Говно.